Профиль моей организации это промышленность. Мы проектируем для Лукойла, Россетей, Уралкалия и других. Мы не карманная проектная фирма, а фирма, которой необходимо выигрывать проекты на свободном рынке через тендерные процедуры. Так как область проектирования числится у каждого заказчика в категории расходы на инвестиции, то сокращение этих самых инвестиций привело к тому, что для того, чтобы выиграть на конкурентной основе какой-нибудь проект, у какого-либо заказчика каждой проектной организации необходимо снижать коммерческое предложение до минимальных сумм. А критерий нынче только один – деньги. Вообще про нынешнюю тендерную систему, которая разрабатывалась с целью не допустить дружественных отношений проектных организаций с крупными заказчиками, можно рассказывать много. Но достаточно упомянуть один случай. Победителем в торгах на реконструкцию воздушной линии электропередач напряжением 110 кВт стала фирма с предложением в 60 тысяч рублей. По аналогичным проектам реальные суммы контрактов обычно составляют не менее 3-4 миллионов. Другая проблема – это сроки выполнения работ. Зачастую заказчик требует минимально возможные, иногда просто невозможные, невыполнимые сроки. И в этом есть своя логика. Проектная организация, которая пытается на свободном рынке урвать хоть какие-то проекты, вынуждена соглашаться на любые условия, на такие условия, в надежде закрыть все вовремя и получить хотя бы какие-то деньги. Заказчик же за невыполнение работы в указанный срок пишет в адрес организации претензию. Данный спор решается в суде и зачастую выигрывает заказчик, потому что договор есть договор, и исполнитель этого договора согласился с условиями. В результате заказчик отсуживает у проектной организации часть денег и тем самым сокращает собственные затраты на проект. А проект необходимо в любом случае завершать, чтобы претензия была только за срыв сроков, а не за невыполнение работ вообще. К тому же во главе проектных фирм сидят эффективные менеджеры, которые никогда в своей жизни ничего не проектировали. Вот они-то и берут такие подряды, такие проекты. А виноватыми всегда оказываются исполнители, обычные рабочие инженеры. Для уменьшения расходов сокращают штаты, а нагрузка меньше от этого не становится. Участвуют в тендерах и выигрывают тендеры проекты в тех областях, в которых у специалистов нет знаний нормативно-технической базы и нет опыта. В нашем случае это городское строительство. Изучать нормы управленцам некогда, сроки. Да и проекты зачастую накладываются друг на друга. Одному специалисту необходимо выдать разработанную документацию по двум проектам в разных областях с разницей в месяц, а иногда и меньше. В итоге о качестве выпускаемой продукции говорить не приходится вообще. И так все понятно. А экспертиза по документации сквозь пальцы смотрит на принятые технические решения, потому что заказчик платит. Либо экспертизе выгодно выдать отрицательное заключение, чтобы заказчик повторно зашел на рассмотрение документации и снова заплатил деньги. Тут уж как повезет, на кого нарвешься. Но нельзя забывать, что по разработанной документации по всем этим бумагам строятся реальные объекты, и их эксплуатируют реальные люди, в том числе опасные объекты.